Всем привет! Сегодня у меня заготовка из щавля на зиму. Самая простая, самая обычная. Не знаю, может быть, кто-то делает так тоже. Я делаю уже это давно, и поэтому проверенная совершенно эта заготовка, которая хранится, стоит при комнатной температуре. Вот этот собранный щавель я сейчас переберу весь и буду замачивать. То есть я замочу часа на два. Вот у меня тазик с водой холодной. Холодная вода должна быть достаточно. Я сюда рву вот эти листики. Очень крупный щавель у меня в этом году, потому что дожди и холод. А еще он у меня растет в полутени, поэтому он такой крупный. В течение полутора-двух часов обычно я его держу так. Надо его поднимать нижний сверху. Менять местами. Нужно его менять местами. Потихоньку, потому что он становится очень крупным. И теперь я сейчас его промою. Последний раз промою. И начну резать. Еще раз промыть, как следует. Беру щавель и начинаю резать некрупно. В основном это пойдет в борщ, в щи зеленые. Ну, может быть иногда на пирожки или пироги. Пока я режу щавель, я поставила чайник, чтобы закипал чайник. Банки у меня приготовлены заранее. Они сухие, чистые. Хотя эта роль и не играет. Просто можно помыть очень чисто. Стерилизовать нет смысла. Почему? Потому что щавель, он же сырой. И мыла я его только водой. Самой обычной водопроводной водой. Поэтому стерилизовать какой смысл? Если бы щавель был стерильным, тогда да. А так, бессмысленно совершенно. Он консервирует сам себя за счет щавелевой кислоты. Теперь бил в баночки. Я еще раз говорю, что я их не стерилизую. Они у меня просто помыты и высушены хорошо. И теперь я буду помещать щавель в баночки. Набивать надо не плотно. Почему? Потому что кипятка должно быть в банках достаточно. Если вы набьете плотно, то не весь щавель обработается кипяченой водой. Горячей кипяченой водой. Потом я еще режу, если вы заметили, вместе с хвостиками, вместе с черешками. Мне так больше нравится. Ну, примерно так. То есть, не сильно я не жала, не уминала туда щавель. А сложила так, немножечко-немножечко придавила. Вот так вот все баночки набью. Щавлим. Он у меня крупно достаточно порезан. Одной банки мне даже на борщ много. Потому что это слишком кисло будет. Но где-то по полбаночки у меня идет. Если кто-то любит, конечно, более кислое, одной банки на борщ... Ну, это вот просто выше крыши, мне кажется. Достаточно будет кислоты. Я кладу чуть поменьше. Поэтому у меня банка практически на два раза. Помимо щавля, добавляешь же еще другую зелень и овощи. Поэтому щавель в борщ и зеленый суп, и зеленый борщ я кладу не так много. Чайник закипел. И теперь я буду заливать кипятком щавель. Ну, я хочу еще положить предварительно сюда, по чайной ложечке, в каждую банку. По ложечке чайной соли и чайной ложечки сахара. Мне так вот вкус больше нравится. Хотя можно и без этого. Просто кипятком залить и всё. Будет прекрасно храниться при комнатной температуре. Вот это вот самая быстрая заготовка из всех, кто я знаю. Ну, еще заморозка. Ну, и начинаю потихонечку заливать кипятком. Щавель на глазах садится просто. Уменьшается в размерах. И я еще не плотно его в банке напивала. Поэтому это хорошо, больше будет воды. То есть, он не будет такой помятый. Достаешь, он... Не скажу, конечно, что практически такой же, как с грядки, но неплохой. Есть, я смотрела, некоторые хозяйки бланшируют его. Ну, мне не нравится такой вариант. Он потом становится очень мягкий. А вот этот получше сохраняется. И более такой респектабельный вид у него потом при готовке. Всё равно варить будете там борщ, там щи, супы зелёные, куда угодно. Добавлять в качестве ещё, допустим, для того, чтобы придать зелёный цвет чему-то, пюре какое-то и всё. Вот сейчас вот я залила и ещё раз по кругу пошла по всем банкам, потому что вода ушла. Вода ушла, я ещё сейчас сделаю небольшие пропалы, чтобы вышел воздух. Буквально только-только прохожу. Я вот несколько раз таким образом доливаю кипятка. Пока я уже не увижу, что кипяток не уходит. Вода в банках не уходит. А вода займёт весь объём в банке. Ну вот, сейчас уже вроде бы практически не уходит. Так, я сейчас вот ещё проколы сделаю. Ну нормально, нормально, свободно. Всё хорошо. Видите, сколько выходит воздуха оттуда. Много. Всё, это сейчас я выпущу. Далью ещё воды. Кипятка. И буду закрывать всё. За счёт щавелевой кислоты не надо стерилизовать. Не надо такую жёсткую консервацию делать. Консервирование. Вообще правильно говорить, консервирование, конечно. Ставить. Или под шубу. Просто сейчас закручиваю баночки и переворачиваю. Закручиваю крышечками. А закручивать буду я на досочки. Хорошенечко. Переворачиваем. Смотрим, насколько нам повезло закрыть. Дальше. Плотненько закручиваем. Переворачиваем. И теперь до полного остывания. Я даже их под шубу, эти банки, не буду ставить. Они прекрасно и так будут храниться. Единственное, конечно, при открывании, что вы открыли, если пользуетесь, надо поставить будет в холодильник. Потому что может подкиснуть. А так вот в таком виде они у меня хранятся всю зиму при комнатной температуре на антресолях. Ура! Хорошая заготовка. Мне очень нравится. Я пользуюсь каждый год вот этим щавелем, заготовленным таким способом. Очень нравится. Конечно, на зиму это мало. Но если ещё несколько баллочек добавить, будет в самый раз. Всем пока-пока. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. И до следующего видео.